сейчас мы находимся не в городском округе истра мы у наших соседей солнечногорском округе но я уверен что многие наши земляки это место прекрасно знают ленинградское шоссе поворот нацкад в сторону истры точнее раньше он здесь был сейчас здесь поворот налево запрещен как здесь было раньше если вспомнить левая полоса собирала большую чуть ли не многокилометровую пробку из водителей которые собирались повернуть налево в сторону истры из-за этого автомобильный поток на ленинградском шоссе замедлялся автомобильный поток здесь действительно не маленький как дорожники решили исправить эту проблему попросту запретить поворот налево так как в итоге попасть нацкад сейчас попробуем разобраться кстати знак символизирующий что волоколамское шоссе и истра находится слева так здесь и остался просто потерли указатель что он находится действительно слева но при этом нет никакого знака указывающего что где-то дальше есть разворот как нам попасть на волоколамское шоссе как нам попасть нацкад в сторону истры по знакам мы никак определить не можем на этом участке дороги забавно но остановка называется поворот на волоколамское шоссе интересно будут ли ее переименовывать очередная ситуация которая говорит нам о том что без навигатора на наших дорогах ориентироваться действительно сложно по ленинградскому шоссе нет ни одного действительно указателя о каком-либо развороте развязки ведущий нацкад единственная подсказка которую может уловить водитель здесь есть указатели ведущие на разворот в сторону москвы водитель должен понимать ориентироваться в пространстве вот если он сейчас по ленинградке едет на север значит он едет в санкт-петербург если на юг то в москву значит если мне нужно попасть нацкад а я его проехал мне нужно развернуться и из моей ориентации как я ехал в питер поехать заново в москву и только там уже попасть нацкад поворотом направо вот здесь ближайший перекресток где можно было бы казалось повернуть налево но поворота налево здесь нет поэтому мы обязаны ехать дальше ну и самое первое место где можно развернуться это поворот на поварова надеюсь я правильно сделал ударение в этом населенном пункте и здесь же есть указатель поворот на москву следовательно мы должны заехать на развязку и на самом мосту взять немножко правее повернуть направо и съехать на ленинградское шоссе в сторону москвы после запрета поворота налево нацкад со стороны ленинградского шоссе путь наш примерно увеличился на 5 километров в нашем случае это заняло примерно 10 12 минут но надо понимать что едем мы в то время когда пробок здесь мы не увидели дороги пустые знаете есть выражение без 100 грамм не разберешься вот это примерно из той же серии только в нашем случае без навигатора ты точно не разберешься да и самим навигатором не особо вот как выглядит петля в часы пик подписчик поделился с нами своим видео с авторегистратора водитель здесь находится первый раз и вполне закономерно пропускает съезд на развязку пришлось нарушить далее уже на самом мосту навигатор сам не понял куда ехать дальше и повез водителя прямо вместо поворота с эстакады около километра вперед до кругового движения разворот и съезд на ленинградку а вот в обратную сторону все стоит весь маневр занял около 20 минут вечером после 6 все выезды из истры традиционно стоят в пробку и выезд из дарны исключением не являются пробка здесь собирается из-за светофора который красным горит более полутора минут а зеленым всего секунд 30 несправедливость заключается в том что светофор регулирует только проезды прямо и налево о чем говорит знак движения по перекрестку а поворот направо над скат сторону новорижского шоссе светофор не регулирует и он в теории открыт всегда однако расстояние между стоп-линии у светофора и съезда над скат в сторону новорижского шоссе всего три-четыре корпуса автомобиля четырех автомобилей хватит для того чтобы полностью перекрыть съезд направо выделенные полосы для тех водителей которые поворачивают направо здесь к сожалению нет очень жаль хотя реализовать ее действительно здесь можно места достаточно на генеральном плане на этом участке все что не касается дороги находится функциональной зоне о-1 многофункциональная общественно-деловая зона на развязке возле по 111 батальона есть то самое расширение которое было бы очень кстати реализовать и в дарне здесь по генплану зону специально выделили под транспортную инфраструктуру зона т в дарне начинается лишь на самом цкаде а так как бетонка имеет некий запас зоны в ширину съезд с даринского шоссе как раз умещается в тот самый ореол цкада земля пустая но построить полосу там видимо невозможно юридически мы рассказывали про этот участок дороги в четвертом выпуске дорожных ситуаций не за горами уже 20 выпуск прошло больше двух лет как вы думаете что-то изменилось вопрос риторический те зрители которые не смотрели 4 выпуск могут не понять в чем здесь собственно проблема вкратце рассказываем эта дорога односторонняя и имеет не одну полосу а 2 сейчас мы просто наблюдаем одну и поворот налево в сторону на хабина на пьяную дорогу осуществлялся всеми абсолютно без исключения с правой полосы все нарушали правило я думаю ни для кого не секрет что поворот налево осуществляется с крайней левой полосы дорожники и вовсе возвели эту ситуацию в абсурд левую полосу ту самую казалось бы которую нужно использовать для поворота налево на пьяную дорогу они вовсе завалили снегом очистили только правую якобы говоря ребята вы можете спокойно нарушать здесь правила дорожного движения и вам ничего за это не будет мы разрешаем вам это делать пожалуй это одно из немногих если не единственное место в городском округе где вы действительно можете нарушать правила дорожного движения и вам ничего за это не будет никто не контролирует эту ситуацию не сами водители которые должны соблюдать правила дорожного движения не дорожники которые должны следить за состоянием дорог всем абсолютно безразлично эта ситуация на самом деле может показаться что я высасываю проблему из пальца действительно не вопрос безопасности здесь по крайней мере сейчас в данный момент времени все достаточно безопасно тем более когда нету второй полосы здесь она всего лишь одна это скорее вопрос абсурда и несостыковок правил дорожного движения с их практическом применении а такие вопросы мы с вами любим в нашей передаче напомню ситуации уже три года ничего не меняется в декабре 2021 года вышло постановление правительства московской области со следующей формулировкой об утверждении документации по планировке территорий для строительства нового участка автомобильной дороги зеленоград снегири м-9 балтия от пересечения с автомобильной дорогой ммк аносина павловская слобода до пересечения с автомобильной дорогой рождественна зеленкова лобанова жители прочитали эту формулировку и подумали что проект дороги соединяющий зеленоград и наварежского шоссе действительно будет реализован но на самом деле речь идет про дорогу соединяющую Волоколамское шоссе и Павловскую слободу. Об этом вчера в социальных сетях также сообщил министр Московской области по градостроительству и архитектуре Владислав Гордиенко. Он отметил следующее, что строительство участка автомобильной дороги Зеленоград М9 Балтия исключено из мероприятий по развитию транспортных инфраструктур Московской области и проектирование и строительство этой автомобильной дороги не предусмотрено. Также существует другой проект, ликвидация всех и железнодорожных переездов на территории Московской области до 2026 года. И эта дорога, соединяющая Волоколамское шоссе и Павловскую слободу, поможет реализовать проект. Здесь будет эстакада, а это позволит ликвидировать железнодорожный переезд. Точные даты еще не назвали. Единственный ориентир — это срок действия программы по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса с 2017 по 2026. Реализовать строительство трассы, соединяющей Зеленоград с Новой Ригой, невозможно по нескольким причинам. В первую очередь потому, что жители близлежащих населенных пунктов высказались категорически против, в частности жители деревни Борзы. К тому же по проекту планировалось четырехполосное шоссе с пропускной способностью выше, чем у ЦКАДа. И построить такую дорогу практически невозможно, не задев чьи-то интересы, чью-то частную собственность и экологическую безопасность. Поэтому самая реальная картина — это строительство дороги, соединяющей Волоколамку и Павловскую слободу. Шоссе планируется не четырехполосное, а двух, с расширением имеющейся дороги. Она будет возвышаться на улице Ленина в Снегирях перед переездом, образовывать петлю, похожую на эстакаду в Дедовске, огибать южную часть Снегирей и соединяться с шоссе, ведущим в Рождественно, возле животноводческого комплекса. Проект пока находится в разработке и точных схем еще нет. До конца не решено, каким образом проводить дорогу в самом Рождественно. Да и инициативные жители Снегирей скептически относятся к такой схеме постройки эстакады. Что будет дальше, обязательно будем следить. Наземный переход в деревне Павловская построили при расширении бетонки Датскада. Жители написали нам на почту письмо. Переход нечищенный, темный вечером и обжит лицами без определенного места жительства. Да, программа называется «Дорожные ситуации». Пешеходы такие же участники дорожного движения, поэтому эту часть выпуска назовем пешеходные ситуации. Извините, что отвлекаем. Хотели спросить, вы часто ходите по этому переходу? Да, каждый день. А раньше, как вот до того, как его построили, как вы переходили дорогу? Было светофорчик. А, по пешеходным переходам? Да. Оцените пешеходный переход, как он здесь вообще устроен? Ну, как оценить? Ну, конечно, самое главное, вот, невозможно ходить. Скользко? Очень. Хотя обещали, ой-ой-ой, сто раз спросили у них, а то и больше. Ребята, а как мы будем ходить? Все будет нормально, не будет скользко. А вечером ходите? Вечером хожу. Темно. 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 Только вот сейчас выручает меня, вот, держусь. А так просто идти, это просто невозможно. И то, что не убирается здесь ничего, посмотрите. Естественно, тут и туалет устраивает. Конечно, все это неприятно. Нам бы лучше было бы, нужно было под землей вот сделать бы, просто бы небольшой. И было бы намного. Ну, то ли деньги отмыли, то ли, я не знаю. Или убирали бы как-то кого-то здесь. Ну, какую-нибудь резиночку кинули хотя бы, чтобы мы по ней ходили. Да, да, но невозможно. Вот здесь покрытие на пандусе, что-то между асфальтовой крошкой и бетоном, может, это бетонная крошка, я особо не разбираюсь, но вот здесь ноги не скользят. Почему бы не сделать точно такое же покрытие, например, на самом переходе? Сам переход как будто металлический. И хоть здесь и нет много снега, не знаю, убираются или нет, вот нам жители сказали, что не убираются, но вот даже такое более-менее чистое покрытие на нем очень скользко. Если здесь будет снег, если люди при большом снегопаде нанесут сюда своими ботинками снег, грязь, слякоть, я не представляю, как здесь можно просто на коньках кататься. Это еще один каток в городском округе Истр получается. И да, сейчас вроде не вечер, 3 часа дня, на улице еще достаточно светло, но из-за того, что сам переход выполнен в таком немножко голубоватом холодном оттенке, здесь намного темнее, чем на улице. Если на улице будет смеркаться, здесь совсем все превратится в темень. Ни одного фонаря, по крайней мере, пока что мы не увидели, но, скорее всего, их здесь и нет. Люди склонны ошибаться. В прошлом выпуске дорожных ситуаций мы ошиблись и не боимся этого признать. И спасибо нашим комментаторам за то, что указали нам на эту ошибку. Мы говорили об этом знаке. Движение на этом перекрестке возможно только по прямой. Тогда мы сделали вывод, что заезд на парковку возле кафе Ной запрещен, пока заправка «Газпром» закрыта на реконструкцию. Но на самом деле это не так. Очень спорный и неоднозначный момент. Правила гласят, что знак 4.1.1 действует только на пересечении дорог, перед которым он установлен. Но также знак может быть установлен на участке дороги, а не перед пересечением. И в этом пункте есть приписка, что знак 4.1.1 движение прямо не запрещает поворот направо на прилегающие территории. Можно трактовать это правило так, что знак 4.1.1 вообще никогда не запрещает поворот направо на прилегающую территорию. Тогда мы действительно ошиблись, и повернуть направо на парковку возле ресторана Ной можно совершенно спокойно, не нарушая правила дорожного движения. А если трактовать правило так, что данная приписка про правый поворот на прилегающую территорию действует только на знаке, установленном на участке дороги, а не перед пересечением дорог, можно ли сказать, что данный знак установлен непосредственно перед пересечением дорог? Можно ли сказать, что заезд на парковку Ноя – это пересечение дорог? Нам очень интересно узнать ваше мнение, пишите его в комментариях. На светофоре перекрестка возле ленты установили дополнительную стрелку налево. Раньше, как был реализован поворот налево в ленту. Если ты едешь со стороны Истры в сторону Москвы, то поворот налево регулировался только основным сигналом, зеленым, светофора. Тогда мы должны были пропустить весь автомобильный поток, двигающийся со стороны Москвы в сторону Истры. Если мне не изменяет память, то основного сигнала должно оставаться примерно 30 секунд, когда встречный поток останавливался полностью, и мы могли спокойно повернуть налево. Сейчас с дополнительной стрелкой налево мы можем повернуть налево дважды. Первый раз мы можем повернуть налево непосредственно после того, как основной сигнал зеленый закончится. Второй раз непосредственно перед началом зеленого сигнала, когда красный начинает заканчиваться. То есть вот сейчас на данный момент, например, светофор, дополнительная стрелка загорелась, когда оставалось 26 секунд красного основного. Но мы не успели повернуть, потому что было много машин. И сейчас мы посмотрим, когда загорится второй раз стрелка. Буханки прям не имется сейчас повернуть налево. Вот она решила под красную стрелку повернуть, по старинке, по привычке. И вот сейчас загорелся красный основной, и загорелась стрелка, мы можем двигаться. Таким образом, получается, что мы никогда не поворачиваем налево при двигающемся автомобильном потоке со стороны Москвы в сторону Истры. Стало действительно намного безопаснее. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях об интересных на ваш личный взгляд дорожных моментах. Еще увидимся.